Всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление в игрушке Star Stable Online, и это последнее обновление в этом году, потому что следующая среда это уже будет новый 2019 год, а ты опять кто-то проехал мимо меня, тогда я снимаю. Что сегодня в обновлении? Начнем с конца. Как всегда, ярмарка лошадина открылась в конюшнях Юрвика, это около фермы Санфельд, если что, то в лошадиной транспортировке остановка так и называется, ферма Санфельд. Повторяю я это снова. Нам добавили ярмарку в зимнюю деревню, как вот весной было, как летом празднество тоже какое-то было, нам добавили ярмарку, и нам добавили салюты. Теперь мы можем покупать салюты, и вот, насколько я вижу, через 42 минуты, к примеру, будет салют в деревне, и будет вот все в этом салюте очень красиво, надо будет все-таки как-то застать этот момент. Вот, так что сейчас мы отправимся в зимнюю деревню наблюдать все те магазинчики, ларечки, которые нам добавили, и я уверена, что вам и мне все это понравилось. Так что, поехали! Я плохо помню время салюта в прошлом году, но, насколько я могу подумать по картинке, которая на баннере, которая стоит везде, где можно, четко в определенное время, раз в час, вот над всей этой деревней будет грандиознейший салют. Ну, по крайней мере, я так думаю, потому что в прошлом году, если честно, я особого это не помню. Да и деревушку я, наверное, в это время уже не посещала после того, как выполнила все, что нужно, получила все, что надо. Так, ларечки находятся где-то... вон они, вон они где находятся, да. Вот у нас тут стоят специальные штучки, в которых можно запускать эти салютики. Все помнят, что салютики просто так запускать нельзя, их нужно делать только в определенных механизмах. И вот именно здесь, на вот этой поляне, эти механизмы и работают. Так, там какая-то вышка очень интересная, на которой висят эти помощники Санты, они подсобрались, чтобы смотреть салют вместе с нами. Да, вот у меня новый конь. Кто не видел видео, сообщаю, что у меня новый конь, именно из земной деревни, потому что я его все-таки купила. Так, значит, вот магазин с салютиками. Салютики у нас стоят 30, 150, 300 и 60 этих... шиллингов Юрвика. И 3, 9, 15, 6 СК. Ну, я не вижу смысла покупать за СК, потому что... Как бы, ну, это все можно купить за монетки. А монетки, даже если у вас нету Star Rider, зарабатываются достаточно просто. Просто выполняйте каждый день гонки в Морланде и Форт Пинта. Или делайте задание на конюшне, и все вы сможете купить. Также можно запускать фонарики. Желтые, красные, зеленые и синие. Все они стоят по 18 шиллингов Юрвика или по 2 СК. Ну, опять же, лучше покупать за шиллинги Юрвика. И еще у нас открылся магазин платьев, как я прочла на сайте. Мне очень интересно посмотреть, потому что, да, я платье, в принципе, не очень-то люблю в Star Stable. Но мне очень интересно. Где же этот магазинчик? Так. Ой, какая классная жировня. Знаете, эта жировня выглядит, как в игрушке School of Dragon. Так. Время для салюта. Но это нету. То есть, получается, вот именно здесь запускается какой-то мощный фейерверк каждый час. Так, давайте все-таки попробуем запускать салютики. Я же не просто так их купила. Вот, ну, я по одной штучке запущу и все. Так, покажите мне, как салютик идёт. Ну? А где салютик? А! А почему они бабахнули? Или это вот это вот бабахнули? Обидно. Что-то как-то я запустила, а ничего не показали такого красивого. Так, ну. Во! Вот тут хотя бы... Ой, как красиво! Люблю такие салютики. Вот так вот так наблюдать. Нет, это надо издалека. Это надо как в жизни. Чтобы был один человек, который стоит все это запускает, а все остальные наблюдают. Ух ты! Это самый мощный салютик, который стоит, по-моему, 300 шиллингов Юрвика. Ой, как красиво! Это же какое тут бабаханье можно устроить. Так, и у нас осталась завитушечка. Так, завитушечка, она в небо не летает. Её просто вот тут запускаешь, и она делает очень красивые фитифлюшечки. Ну-ка давай, посмотрим на тебя. О-о-о! Ой, как классно! Гипнозик! Очень красиво! Мне очень нравится, как они делают салютики. Очень так вышеленько, так распределенько. И... Ощущение настоящего салютика. Есть такое. Так, и все-таки, где же магазин с платьями? Потому что на сайте я не нашла картинку, где это может быть. Ну, точнее, я знаю, что это в зимней деревушке. Но где именно, я так и не нашла. Девочка тоже на коне, как у меня. А у меня, как у неё, всё нормально. Ну, где же магазин? Как же они? А, вот он! Вот он, вот! Нет. Или да. Или нет. Или да. Что это? Украшения? Вот он магазин с платьями. Давайте посмотрим. По мне так? А, тут... Да, я забыла, что тут можно менять коня. Так, давайте посмотрим. У нас есть новогоднее платье такое золото. Кстати, да. А, так как 2019 год, год золотой свиньи, то, как бы, говорят, что лучше его встречать в золотом цвете. Но я лично этого не придерживаюсь, и покупать ради этого золотое платье цене не было. Голубое, очень милое, выглядишь как снегурочка, классненькое такое. Потом старое платье типа, потом более новые. Знаете, эти платья больше похожи на платья фигуристок. Вот это ничего си, такое фиолетовенькое. Слушай, ну, серьезно, это платье, как бы, под коньки, как будто. Вот это вообще, по-моему, продается в торговом центре. А, нет, новогодние. Новогодние, новогодние. Не, я все понимаю, но вот в этом зимой я ходить отказываюсь. Знаете, у меня тут, ну, тут есть платьишки, которые, в принципе, мне немножечко совсем симпатичны, но тратить на них старткоинсы я не думаю. Не собирать. Потому что, ну, они мне не шибко нравятся. И вообще, я платья нему не ношу. Мне хватает у меня сколько, конечно, всего. А-а-а! Верни мне мою магию! Верни, пожалуйста! А-а-а! Вот, ну вот, ну как это называется? Лишили магии. Коней, коней, вообще. Теперь обычный коней. Ну ладно, ничего страшного, это бывает. Так. Так, что-то еще у нас было? Нет? Значит, фейерверки мы посмотрели. Ярмарку я вам сказала. Магазин платьев. И да, то, что это... Так. А-а-а! Нет-нет-нет, еще не все, еще не все. О, как я могла забыть? Вечеринка. Вечеринка. Где, 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 где она? Где-то у озера. Место, где ярмарка проходит. Все, вижу, вижу. Бежим туда. Ой, как классно! Ой, как... Ой, как... Ой, как атмосферно-то! Смотрите, здесь Марли и Стив стоит. Смотрите, они угощают нас печеньями и булочками. А, нет, это багеты. Ну, тоже, в принципе... Бабулька тоже тут! Бабуля! Все здесь собрались, чтобы отраздновать последние дни уходящего года. Это очень классно. Этим маленьким помощникам стоит посочувствовать. Они целый год трудятся изо всех сил, чтобы подарить миру радость и дух праздника. Каждый из них обязательно будет ждать огромной порции молока и пряников в моем амбаре. То есть жители Юрвика решили отблагодарить помощников. На Юрвике в последние две зимы не очень много снега, поэтому я подумала и позаимствовать оттуда... Оттуда не будь традиции, которые подходят для теплых солнечных дней. Как насчет зимнего барбекю, как в Австралии? Ну, да, вот знаете, мне очень печально, что в последние две зимы я так жду снег в Юрвике. В твоих глазах я вижу решимость. Я знаю, что тебе предстоит очень важное задание, от которого может зависеть судьба всего мира. Если тебе когда-нибудь будет нужна любая помощь, приходи ко мне. Так, я думаю, что это отсылочка, что все-таки мы потом отправимся к бабуле, когда будем спасать Анну. Но я пока не уверена. Просто в Старслэпе всегда какие-то отсылочки есть. Тут все танцуют. А значит, тут есть музыка. А я ее выключила. Мне нравится. Кимо. Смотрите, тут все собрались. Кимо ранее. А, смотрите, Джаспер танцует. Ой, как прикольно. Блин, я не могу. Ой, я хотела бы здесь встретить Новый год. Почему никто не танцует? Ну, точнее, мало людей. Мне нравятся песни. Я хочу эту песню потом записать, может быть. А знаете, было бы классно еще, если бы вокруг всего этого пространства можно было бы запускать фейерверки. Блин, ну Джаспер, Джаспер как отжигает, я не могу. Старслэп. Вот как, вот я люблю Старслэп за то, что он дарит мне настроение в каких-то маленьких мелочах. Мне нравится, какие песни они добавляют. Какие смешные баги, глюки, недоработки. Но это того стоит, ребята. Кай, диджей Кай, ты волшебна. Ты разговариваешься? Нет? Ты ничего не скажешь. Хотя тут ничего не жалко. Был бы классно, если бы у нее тут биты играли. Но это будет одеться. О, смотрите, кто тут еще у нас. Медок. Медок Патри. Я все еще не чувствую никакого духа праздника. Я начинаю думать, что зима это просто не мое время года. Как мог? Ребята, это для салюта? Но это точно не просто так. Может быть раз в час, а оно тут бабах? Да, кстати, смотрите, кто-то договорился поставить здесь лошадь. Надо так же сделать. Надо так же сделать. Нужно больше места. Нужно больше места. Конь, конь, давай. Лед, поехали. Я не хочу отсюда уходить. Так классно. Интересно. О, Алекс тут еще. Алекс и Майя. У-у-у, тут все наши собрались. Ну, не все, правда. Вот, давайте тут коняку поставим аккуратненько. Так, я хочу поговорить со всеми, кто тут вообще есть. Че они хорошим скажут. За этот год появилось множество здоровых и полных энергий лошадей. Правда ли? Юринский пони, фьордская, юринская чистокровная лошадь. Выглядит просто чудесно. Юринский пони разве появился? А, да-да-да, все, я поняла, о ком ты, Майя, прости. Алекс не разговаривает. А, нет, фух. Мои новогодние обещания мне нужны только одно. Я верну Анну из Пандоры и своими руками притащу этот кристалл, если будет нужно. Алекс, никто в твоих силах не сомневается, но мы все-таки ждем января, когда всех духовных всадников обновят и будет нечто что-то волшебное. Смотрите, Юрин вообще оделась. Как классно. Слушайте, она так классно, что это, что-то, 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 что-то. Жалко, тут нету гитары, музыкальных инструментов. Нет, они, по идее, тут должны быть. Ну, подогревать можно было, да. Так, ну, давайте немножечко повеселимся тут, как мы любим, где наши эмоции. Как устроить самый лучший танец? Надо просто танцевать и нажимать на всякие эмоции. И вот так это будет выглядеть, но потому что от этого как-то веселее, что становится. Вот, да, кстати. Да, вот особенно мне нравится хлопать, когда оно встает вот так вот на руки, и оно, получается, в воздухе висит. Это так смешно, просто вот так вот, просто танцевать. Классно. Мне нравится очень музыка. Кстати, смотрите, девочка вот купила себе розовое платьице. Желко, что оно не сочетается с желтыми туфлями, по мне, так. Ну, Джаспер как танцует, я не могу, это прям все. Смотрите, тут еще Ленедик-то. Внешний вид Серебряной Поляны за прошедший год значительно улучшился, но я бы не знал, что хотя бы кто-то здесь не боится физической работы. Да, это уж точно, сколько разработчики сил вложили во все это. Кстати, я не говорила с Кимой и Раней, надо бы говорить с ним. Эй, Раня, идем искать Йети. Ранее, оно тебе Йети дает искать. Первый год моей мамы в качестве советницы, вдруг бы прошел как нельзя лучше. Тебе понравилось наше украшение на Хэллоуин? По всему городу стоял запах тыквы. Скол никогда не уделял особого внимания праздничным украшениям. О, ребята, я бы отсюда вообще бы не уходила. Кима, по кому ты так вздыхаешь? Тут вроде бы нет никого из ваших. Классных парней. Ну что, ребята, я думаю, что на этом можно заканчивать, потому что про обновления я вам рассказала, какая классная здесь атмосфера праздника за последние... Сколько? За последние пять дней до Нового года. Я обязательно запишу вам свое новогоднее поздравление. Если получится, даже выложу три за первого декабря, потому что я прям загорелась этой идеей. И пока что я могу вам пожелать наступающего Нового года. Хочу, чтобы вы хорошо отпраздновали. Но от 31 я же буду вам желать следующего Нового года, чтобы он прошел как-то из-за лучше. Так что давайте я вернусь к своему лунному льду, потому что прощаться без него будет как-то неинтересно. Кстати! Стойте, подождите, я забыла. Если мы начнем танцевать, то наша коль начнет танцевать тоже. Вот так-то лучше и намного веселее. Я с вами прощаюсь, дорогие друзья. С вами была я, Даналия. Не забывайте чистить своих лошадок и угощать их морковкой. А сегодняшний мой друг в этом видео был мой новый конь, лунный лед. И я очень рада, что успела все-таки его купить до конца зимней деревни, которая закроется для нас уже 2 января, в первую среду Нового 2019 года. Всем пока! Удачи вам!